Сегодня кубанские девятиклассники сдавали основной государственный экзамен по иностранным языкам – английскому, немецкому, французскому и китайскому. Аттестация проходит в два этапа. В первый день сдают его письменную часть, во второй – устную. Результаты будут известны 5 июня. Аделина Серенович продолжит. Ровно в 9 утра двери образовательных учреждений открылись для сдачи первого обязательного государственного экзамена. Правила проведения для всех едины. На входе школьники предъявляют паспорт, проходят через металлоискатель. Телефоны и все вспомогательные предметы оставляют вне аудитории. Первыми за парты садятся девятиклассники. Сегодня они сдают иностранный язык. Здесь, в лицее номер 90, сегодня для сдачи ОГЭ оборудовано 10 аудиторий. 127 учеников выбрали иностранные языки. И только одна выбрала французский. Французский язык в качестве экзамена во всем Краснодарском крае сдают всего три школьника. Вероника Архипенко в их числе. Иностранные языки девушка начала изучать с 7 лет. В копилке английский, китайский, японский. Язык Бальзака и Стендаля практикуют всего два года. Причем занимается с преподавателем онлайн. Я очень люблю этот язык и вообще увлекаюсь изучением языков. Английский для меня уже как-то скучно, поэтому я выбрала французский. Очень красивый язык, очень мелодичный, очень нравится культура, поэтому я просто влюбилась. Я хотела бы работать переводчиком, но я считаю, что любой язык – это полезная вещь, знание любого языка. Так что думаю, что да, он пригодится мне. А вот Софья Черыкова. Английский язык начала изучать с первого класса. Считает, что в будущем он ей пригодится в профессии. Мне очень нравится английский язык и я думаю, в будущем это очень пригодится в жизни. Конечно, я волнуюсь немножко, но я постараюсь все написать на максимум своих способностей. Ученик 87-й гимназии Арман Маркосян с раннего детства говорит на двух языках, в том числе и на английском. Его молодой человек начал изучать с 4-х летнего возраста. К тому же говорит, что с родителями часто путешествуют по миру, где и практикуют навыки. Сегодня проверим. Я думаю, что язык чрезвычайно важен для жизни, потому что на нем говорят во многих странах мира и он самый популярный вместе с китайским. В этом году экзамен сдают более 77 тысяч учеников. Число выпускников в девятых классах в этом году выросло почти на 7 тысяч. Соответственное количество сдающих экзамены увеличилось. К сегодняшнему дню готовились не только учащиеся. За две недели организаторы, технические специалисты и общественные наблюдатели проходили обучение и тестирование на федеральной платформе. Это экзамен по иностранным языкам. Он сдается в два этапа. Сегодня дети сдают письменную часть и завтра это устная часть сговорения. В этом экзамене принимают более 5 тысяч учеников. Наша задача, чтобы экзамен прошел в безопасных условиях, комфортных условиях для выпускников. Результаты первого экзамена девятиклассники узнают в школах не позднее 5 июня. Одиннадцатиклассники сядут за парты для итоговой аттестации 23 мая. Аделина Сиринович, Роман Недельский, Данила Стапенко, телерадиокомпания «Краснодар». Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Краснодара в Херсонскую область. На этот раз на новой территории доставят мебель и технику для учебных заведений. Вес партии почти 13 тонн. Кубань регулярно помогает области. Краснодарский край уже снабдил больницы, школы, оборудованием и инвентарем. О новой партии груза подробнее расскажет Алина Сорокина. В этих неприметных коробках на складе то, что принесет большую пользу школьникам. Теперь сотни детей смогут учиться в комфортных условиях, сидеть за новыми партами и пользоваться хорошей техникой. Этот гуманитарный груз отправится в Херсонскую область. Здесь мебель для трех учебных заведений, а сумма более 30 миллионов рублей. Здесь есть стулья, шкафы и парты. Все, чтобы оснастить кабинеты. Следующей партией, которую отправят в Херсонскую область, будут учебники. Их доставят до конца августа, к новому учебному году. Данные образовательные организации проходят капитальный ремонт в настоящий момент Краснодарским краем. И для того, чтобы учащиеся в Херсонской области пришли в современные школы, оснащенные современным оборудованием, осуществляется данная поставка. Отправка будет осуществляться в несколько этапов, потому что мы сразу разводим на место в образовательной организации. По поручению руководства страны Краснодарский край несет шефство над освобожденной Херсонской областью. До 2028 года Кубань также восстановит 32 соцобъекта. Это школы, больницы и спортплощадки. А также модернизирует инженерную инфраструктуру. Но, естественно, регион продолжит помогать гуманитарной помощью. Мы взаимодействуем с организациями Херсонской области второй год. Такие же поставки были в прошлом году в другие образовательные организации и дошкольные образовательные организации. В прошлом году у нас общий объем был более 34 миллионов рублей. На месте специалисты сами собирают мебель и устанавливают технику. В 2024 году из кровавого бюджета на восстановление социальной инфраструктуры Херсонской области направят более миллиарда рублей. Алина Сорокин, Алексей Засевский и Юрий Клочинов, телерадиокомпания «Краснодар». Вениамин Кондратьев рабочий день проводит в Новопокровском районе. Это небольшой муниципалитет с крепким аграрным комплексом и пищевой промышленностью. Эти отрасли формируют почти 80% местной экономики. Глава региона уже посетил завод по производству сельхозтехники для обработки почвы. Предприятие работает с 2009 года. Сейчас там производят больше 80 видов оборудования. Сырье и большая часть материалов для производства отечественное. У нас вот эта центральная часть несущая, на нее мы устанавливаем, можем установить. Ну, либо три вот таких катка, они будут одинаковые, то есть это орудия, прикатывающие кольчатый зубчатый каток. Либо измельчитель пожневных остатков. Это уже в серии производства? Да. То есть вы сейчас пытаетесь активно заходить на рынок, уже, понятно, внутренний рынок и края, и страны, и продавать вот это оборудование. А в крае пользуются спросом? Очень. Если оно пользуется спросом у аграриев, агрария – это важная составляющая продовольствия в стране, не то, что даже в крае, конечно, а это для них важная составляющая успеха. Еще раз, почва, обрабатывающая оборудование, без этого, ну ничего, мы не сможем, притом современное и наше. То я думаю, что здесь должна, Александр Александрович, подумать насчет поддержки. Я думаю, что они тоже, как и любой бизнес, стремятся к развитию. Давайте поможем это развитие им. Есть, вообще, сделать. Сделать. Губернатор также посетил маслозавод. На предприятие планирует запустить производство рафинированного растительного масла. Для этого уже построили цех экстракции. Сейчас идет наладка линий рафинации, дезодорации и фасовки. Рекордное количество заявок поступило на весенний этап краевого конкурса «Сделано на Кубани». Он проводится уже в 12-й раз. Как отмечают организаторы, с каждым годом участников становится все больше. И порядка 70% заявок от представителей продовольственной отрасли. Какие еще товары участвуют в конкурсе и как их оценивают эксперты, расскажет Аделина Серенович. 18 производителей, 72 товара. Сегодня они, на суд экспертов, представили молочную продукцию. Молоко, йогурт, творог, сыр, масло и все свое, кубанское. Оценивать данную категорию на вкус, цвет и запах будут два дня. Главное требование – качество и безопасность товара. Но кроме того, эксперты внимательно проверяют документацию на соответствие ГОСТу и информацию, заявленную на упаковке. Маркировка должна быть, первое, достоверная. Второе, не вводить в заблуждение. Третье, там, легко читаемость. То есть, вот достоверности нет. Введение в заблуждение – да. Во время оценки в заблуждение эксперта ввела надпись на этикетке молока – свежесть луга. Но то, какой травой питалась корова, производитель никак не подтверждает. Специалисты выставляют оценки и передают заключение конкурсной комиссии. На исправление недочетов у предприятий две недели. За 10 дней экспертам предстоит оценить 345 заявок от 123 организаций. Это не только производители продуктов питания, но и непродовольственных товаров и производительно-технического назначения. Если брать новичков, как мы их называем, или те, кто участвует повторно на подтверждение знака, это приблизительно 50 на 50. То есть, есть товаропроизводители, которые впервые принимают участие. А мы говорим о том, что конкурс, значит, они видят для себя те преимущества, которые они могут получить от конкурса. Ну и также отрадно и те предприятия, которые постоянно участвуют. Есть производители, которые не пропускают ни один этап конкурса. Значит, мы говорим о том, что действующая система преференции отдает о себе положительный результат. Сделано на Кубани – это знак качества, который не только приятно, но и почетно получить. Победители конкурса имеют и бонусы. На полках магазинов – самые выгодные места. Кроме того, их продукция выставляется на краевых, федеральных и международных конкурсах. Вся продукция и товары, прошедшие все экспертизы, получают возможность размещения товарного знака, сделанного на Кубани на три года. В Краснодаре подвели итоги акселерационной программы «Демо Дэй Стартап как диплом». Студенты представили свою выпускную дипломную работу в виде бизнес-идеи, которую они могут реализовать в будущем. Проект дает возможность заявить о своей идее в формате стартапа, получив обратную связь от экспертов. В начале года мы открывали мероприятие с участием губернатора Краснорского края Венимина Ивановича Кондратьева, который в начале пути наших участников пообщался и узнал их задумки и проекты, которые они сегодня реализуют. Порядка 30 различных проектов сегодня мы заслушаем. Они абсолютно в разных направлениях – сельское хозяйство, медицина, промышленность, информационная технология. Программа «Стартап как диплом» поддерживает молодых людей, которые способны создавать и внедрять инновации. Это особенно важно в сложившихся экономических условиях. Стать участником проекта может студент любого направления подготовки, специальности и уровня образования. После защиты работы участники в рамках федерального грантового конкурса могут привлечь миллион рублей на реализацию проекта. Бойцов казачьих подразделений отметили государственными наградами. Ордена и медали получили солдаты из отрядов Барс-1, Барс-11 и Барс-16. Торжественное награждение прошло в кругу сослуживцев. Казаки были представлены к медалям за отвагу, за храбрость второй степени. Орден мужества получил командир отряда Барс-11 с позывным «Ямаха». Разрешите вас тоже поздравить с получением государственных наград. Не забывайте, что отряд наш казачий, что православие это стержень отряда. Мы все с вами воины божии, воюем мы во славу Бога нашего Иисуса Христа. И только вера объединяет нас и двигает нас к победе. Награды вами заслужены, и они заслужены честностью, храбростью, смелостью, отвагой и решительностью. Я рад быть частицей с вами одного подразделения. Я рад дышать с вами одним воздухом, воздухом победы. На торжестве казаки Ядинского района выступили с творческими номерами, исполнив народные песни. Также от кубанского казачьего войска передали необходимое снаряжение, электробайки, противоосколочные костюмы, бронежилеты. Волонтеры фонда «Доброе дело» провели конференцию, на которой обсудили этапы становления благотворительных структур, а также финансовые вопросы, которые касаются добровольчества. Фонд работает по всей линии фронта, от Луганской республики до Херсонской области. Филиалы открыты и успешно действуют, в том числе и в Донецкой и Запорожской областях. В Краснодаре, Сочи, Донецке, Луганске, Лисичанске у волонтеров есть склады, а в Луганске есть еще и волонтерский центр. Во время встречи наградили тех, кто оказал особое внимание на добровольческую деятельность. Наградить личный состав, в том числе тебя, памятным знаком от благодарного луганского народа. Великого Олеся Михайловна. Более чем за два года работы фонд «Добро и дело» прошел путь от волонтерского сообщества до крупнейшего на юге России фонда, основная деятельность которого направлена на поддержку специальной военной операции. Фонд оказывает помощь тысячам нуждающихся семей Донбасса, десяткам с учреждений. На новые территории России фонд отправил около 3000 тонн гуманитарных грузов. На Кубани стартовала монетная неделя. В это время жители региона могут принести металлические деньги в банк, где их посчитают и эту сумму зачислят на счет, либо обменяют на банкноты без комиссии. В прошлом году благодаря такой акции в Крае удалось собрать без малого 600 тысяч монет на почти 3 миллиона рублей. Общий вес мелочи составил почти 3 тонны. Банк России чекает огромное количество монеты. Но, к сожалению, по большей части она вымывается из обращений, оседая в копилках или попросту теряется. Между тем, монета является ценным ресурсом для торгово-сервисных предприятий, для кредитных организаций, операций-размена или совершения расчетов со сдачей. В Краснодарском крае в этом году к акции присоединились 130 офисов в 17 крупных банках в городах и в сельской местности. Сдать можно в том числе погнутые, просверленные или подсарапанные монеты. Ограничений по количеству денег нет. При этом их лучше заранее рассортировать по номиналу. Так уйдет меньше времени на обмен. Больше информации на сайте акции. Трамваи в Краснодаре – это не только способ перемещения из точки А в точку Б, а еще и возможность узнать историю города. Рассказывает пассажирам интересные факты о краевой столице простой кондуктор Сергей Кравцов. Работает он на трамвайном маршруте номер 20. В паузах между основными своими обязанностями мужчина примеряет роль экскурсовода. Анна Барковская прокатилась в познавательном вагоне. Улица Ставропольская – это самая старая улица Екатеринодара. Ее протяженность еще до революции была 6 638 метров. Это не аудиогид и не специально запланированная экскурсия. Это Сергей Кравцов – кондуктор восточного трамвайна троллейбустого депо, который делает обычные рейсы особенными, а любую поездку может превратить в уникальное историческое путешествие, рассказывая пассажирам об историческом здании или улице. Такой грамотный кондуктор, только вы один. Ну, да, да. Только вы один кондуктор. Спасибо. Сергей Кравцов рассказывает, любовь к истории ему привела школьная учительница. И за свою жизнь он накопил много информации, которой готов делиться с пассажирами. Кондуктор-экскурсовод считает, что важно знать историю своего города, особенно когда в Краевой Центр приезжает много гостей. Побудило меня рассказывать это всё, потому что практически у нас очень много приезжего населения, которое кроме парка Галицкого не представляет себя. Они вообще считают, что у нас кроме парка Галицкого в городе нечего не смотреть. С этим Сергей Кравцов категорически не согласен. С раннего утра и до позднего вечера трамвай номер 20 следует по маршруту от хладокомбината до декабристов. За его окнами не просто улицы и остановки, считает Сергей. Здесь каждый дом, каждый перекрёсток хранит частицу прошлого. А он с удовольствием готов делиться информацией. Дело в том, что на сегодняшний день это три улицы. Улица Ставропольская, дальше идёт у нас участок от Селезнёва до Энергетиков. Переименовали в улицу Трамвайную. Дальше у нас идёт улица Красная, теперь названная именем Евдокии Бершанской. До выхода на пенсию Сергей Кравцов работал в отделе озеленения в департаменте городского хозяйства, а после решил продолжить свою трудовую деятельность в составе сотрудников МУПКТТУ. Его подход к работе впечатляет коллег и пассажиров. Добрые отзывы краснодарцев не перестают поступать в восточное трамвайно-троллейбусное депо. Жители благодарят Сергея Кравцова за возможность узнать о родном городе что-то новое, другие за то, что их поездка превратилась в мини-экскурсию, разбудив интерес к чтению и исследованию истории краевого центра. «Очень хорошо, особенно для молодёжи, которая не знает нашу историю вообще, особенно нашего города». «Очень познавательная, я, честное слово, даже не знала про тяжёлность Ставропольской. Первый раз услышал 6 тысяч, это 6 километров. Ничего себе». Сергей рассказывает, что всегда старался на каждой работе находить оригинальный подход к делу. И должность кондуктора не исключение. Сергей внёс предложение создать аудио-экскурсии для информирования пассажиров на каждом маршруте. А пока его предложение рассматривает руководство, Сергей Кравцов продолжает радовать пассажиров удивительными историями о краевом центре. Увидеть уникального экскурсовода и прослушать истории о кубанской столице можно вживую на трамвайных маршрутах номер 20 и номер 1. Почти 6,5 тысяч участников и около 1000 финалистов в Краснодаре подвели итоги конкурса «Студ весна» на Кубани. Большой галоконцерт прошёл в Академическом театре драмы имени Горького. Победителей призёров поздравил заместитель министра образования края Сергей Урайкин. Эмоции участников и имена победителей в материале «Мои коллеги». Волнение, дрожь в коленках и эмоции, которые через край такие чувства, испытывали практически все, кто стоял в этот раз за кулисами театра драмы. Галоконцерт «Студ весны» на Кубани собрал на сцене самые яркие номера лауреатов. Очень волнительно, очень переживаем. Хоть и готовились, но всё равно переживаем. Это всегда волнительно для танцора выходить на сцену. Новый этап в жизни. В любом случае ты открываешь себя с новой стороны, новые эмоции, новые ощущения. Новый опыт, более высокий. Когда ты выходишь на большую сцену, где много уже зрителей, и как бы учишься, тоже дрожь даже немножко идёт во всём тело. Возможность получения нового опыта, новых положительных эмоций и шанс реализовать себя. Шансом в этом году воспользовались почти 6,5 тысяч студентов из 77 высших и средних учебных заведений Краснодарского края. Своё мастерство они демонстрировали в разных направлениях. Это и танец, и вокал, и дизайнерские решения. Студ «Весна на Кубани» – это региональный этап Всероссийского фестиваля, который более 30 лет является единственной в России программой поддержки и развития молодёжного творчества. Это правда, что у нас лучшая молодёжь в Кубани. А мы со своей стороны уже ежегодно доказываем, что создаём максимально по поручению губернатора условия для саморазвития, самореализации нашей молодёжи. Также хотел бы напомнить всем, что по поручению губернатора в этом году у нас стипендия для вас перерастает с 5 тысяч до 10 тысяч. А самое главное, что аналогов такой стипендии нет сегодня в России. 3 тысячи ребят 1 сентября смогут получать эту стипендию. Это танцевальная компания «Жест» из Кубанского госуниверситета. В коллективе собрались не любители, а именно профессиональные танцоры из разных факультетов вуза. Дарья Советова, студентка третьего курса гостиничного дела, занимается танцами более 10 лет. А Мария Красникова учится на втором курсе факультета туризма, а в прошлом занималась бальными танцами. Сегодня же осваивает современные направления. Как рассказывают девушки, отбор был нелегким, а конкуренты достойными. Но часовые тренировки, а главное желание танцевать сдали свои плоды. Для нас просто учиться в университете это не дело. Мы любим танцевать и все время связаны с творчеством. Поэтому приготовили номер, который хотим показать на России. Я очень люблю танцевать, поэтому для меня это очень важно показать и отстоять честь университета и вообще всего Краснодарского края. Желание и стремление быть первыми принесло свои результаты. Коллектив «Жест» теперь представит Краснодарский край на фестивале «Российская студенческая весна», который в этом году пройдет в Саратове. На гала-концерте исполнители девяти лучших номеров стали обладателями гран-при. Также в рамках гала-концерта объявили победителей в направлении «Студенческая программа». В этом году эта номинация была представлена впервые. Лучшим стал Кубанский государственный аграрный университет с концертной программой «Секрет к успеху». Больше всего наград в общекомандном зачете, также в копилке аграрного университета. Известный и неизвестный Пушкин. Выставка с таким названием открылась в музее имени Фелицина. Художники с помощью НИИ «Россия» показали, как бы жил великий поэт сегодня. На открытии выставки побывала и наша съемочная группа. Татьяна Леонова продолжит. На выставке представлено пять интерактивных локаций. Это волшебное зеркало, смартфон Пушкина, поэт глазами известных художников и фотографов. «Живые портреты», где Пушкин рассказывает сам о себе. Еще одна интерактивная локация – «Рэп батл». Здесь авторы показали, как бы ложили стихи Александра Сергеевича на разную музыку. Кстати, написать ее могут зрители сами в реальном времени. Каждую из локаций авторы выставки хотели сделать максимально доступной и понятной современному поколению. Реализовать задуманное дизайнерам помогли нейросети. Главный замысел организаторов – не просто познакомить зрителей с жизнью и творчеством Александра Сергеевича в классическом понимании, но и рассказать о малоизвестных фактах его жизни. Чем ближе к 225-летию Александра Сергеевича, тем больше выставок, каких-то симпозиумов, каких-то спектаклей будет открываться. И так или иначе все будут рассказывать достаточно известные факты из жизни Александра Сергеевича. Мы решили пойти максимально кардинально другим путем и найти и такие факты, и такие визуальные формы подачи материала, чтобы это было интересно и детям, и взрослым. И тут организаторы не прогадали. Посетители выставки открыли для себя нового Пушкина. Это очень интересно и для нового поколения, чтобы заинтересовать их классиком. Это прям круто. Когда мы говорим о привычных вещах каким-то необычным способом, это всегда в нас пробуждает какие-то новые эмоции. Мне кажется, главное, что интерес вызывает в детях, потому что вроде мы все закончили школу, уже до Пушки не знаем какие-то факты, а вот детей привлечь к новому знанию всегда тяжело. Этот формат однозначно поможет. Очень наглядно, детям понятно, в форме такой красочной, интерактивной, но в духе времени. Выставку приурочили к 225-летию классика. Посетить ее смогут все желающие до 24 сентября. Приятный бонус. По Пушкинской карте вход бесплатный. Татьяна Леонова, Алексей Товстенко, телерадиокомпания «Краснодар». На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте. До встречи в эфире.